Здравствуйте, мои дорогие, уважаемые зрители! С вами Саша Юлин, и сегодня у нас серия про отдых, а точнее про шашлыки, а еще точнее, как почистить шампуры после того, как вы сделали шашлык. Ну, ни для кого не секрет, что чистка шампуров может здорово испортить праздник. То есть, кто-то должен отрываться от этого прекрасного действия и идти мучиться с шампурами. Ну, поэтому я решил подумать, а как можно, в общем-то, сделать так, чтобы чистка шампуров превратилась, ну, если не в увлекательное какое-то путешествие, то хотя бы не мешало, как бы, жить. Ну, давайте смотреть. Итак, вот обычный шампур. Когда на нем жарится мясо, он превращается в ужас. А лучшее, что я видел, вот, как чистят шампуры, вот это лучший вариант. Берут и втыкают этот шампур в грунт, в песок. И при этом грунт за счет того, что там есть абразивные частички, песчинки, он чистит остатки мяса с шампура. Но, в общем-то, сказать, что это абсолютно гигиеничный способ чистки шампуров, ну, я бы не сказал. Более того, обычно не удается воткнуть его до конца в землю, и вот эта вот часть остается грязной. Ну, и необходимость мытья после земли, конечно, дальнейшая. Ну, и так, что я придумал? Смотрите. Все вы знаете, что это такое. Это обычная абразивная фибра, которая продается в магазине. Но такая фибра нам не нужна. Нам нужна, значит, та же самая фибра, то есть во что она превращается через пару-тройку раз использования. Вот такая вот некрасивая тряпочка. Но именно она нам и нужна. Итак, берем наш шампур и из обычной бэушной фибры делаем агрегат для чистки шампура и для улучшения нашего настроения. Смотрите. Мы просто-напросто обматываем плотненько наш шампур этой самой абразивной фиброй. Именно плотненько. Это важно. Смотрите, что получается. Такая вот удобная для того, чтобы взять рукой, такая вот штука. И смотрите. Три движения. Ну, у меня шампур уже чистый, поэтому три движения и он начинает просто блестеть. То есть, ну, аналогично он прекрасно чистит грязь. Смотрите преимущества. Во-первых, вы можете вполне легко почистить вот это место, до которого трудно добраться, если чистим землей, грунтом. Смотрите дальше. Когда мы доходим вот до конца, мы никогда не повредим нашу руку. То есть, обычно мы колемся об вот это вот место. Дальше. Смотрите. За счет того, что он намотан плотно вокруг шампура, вот этот вот наш агрегат, он чистит не только вот эти плоские широкие грани, но и тонкие узкие. Вот торцы. Очень хорошо. Вот. Значит, еще преимущество. Мы, когда чистим обычным способом, там, тряпочкой или той же самой фиброй, то мы действуем пальцами. А в моем случае мы действуем всем кулаком. Значительно получается эффективней процесс. И, более того, к силе нашего кулака прибавляется сила предварительного, как бы, натяжения вот этой вот фибры, которую мы, не забыли, заматываем мы с усилием, с достаточным. То есть, получается очень эффективно и очень просто. Мы чистим наш шампур. Итак, что нам остается делать? Дожидаться прекрасного подходящего дня, выезжать с друзьями на шашлык, затем возвращаемся с хорошим настроением, включаем опять мое видео, ставим лайк или даже подписываемся. А с вами был Саша Юлин. До свидания. До новых встреч.